Всем привет! Как ваши дела? К нам вернулось лето. А еду я из Бейтелезера в сторону центральной Хадеры и заодно хочу поведать о ситуации на рынке съемного жилья сейчас. Сейчас очень важно быть первым. О чем я говорю? Если вы видите, что на рынок вышла какая-то новая квартира, вы мониторите, неважно в каком городе, но главное, что в Израиле, надо быстренько бежать и смотреть ее. И очень важно переспросить, а до меня люди уже смотрели, я первый, я второй, я третий, пятый, кто? Потому что сейчас у меня вот очень много на этой неделе было случаев, когда мы приходили смотреть квартиру, квартира нам нравилась, но либо мой коллега, другой риэлтор, либо владелец квартиры говорил, а перед вами посмотрела еще пара, две пары, три пары. Вот в начале они, то, что у нас в Израиле работает такое этическое правило, кто первый у того больше прав, ну, тот имеет право как бы зайти в переговоры первым. Ну, конечно, хозяин его не будет долго ждать, но, типа, сегодня-завтра, вот я с этим человеком зашел в переговоры, если с ним не срастется, тогда с тобой. Но если квартира хорошая, то там часто срастается, и получается, что вы пришли, посмотрели, и пришло еще куча людей смотреть, и все, вы были не первые, и квартира не ваша, те сняли. Поэтому очень важно сейчас быть первым, хотя нереально, даже вот я, которая постоянно мониторю объявления, мониторю новые объекты, тоже бывает, что звоню, спрашиваю, он говорит, ну, уже смотрела несколько, уже там кто-то даже хочет, но я еще показываю. Но шансы, и как бы пойти посмотреть можно, но шансы, что она тебе уже попадется, уже маленькие. Даже когда на месте вот бываешь, пробуешь перебить, это не совсем красиво, да, ну, как бы, ну, рынок, владельцы, че, говоришь там, ну, видишь, что перед тобой были люди, и они хотят уже с хозяином, там, да-да-да, мы хотим, пробуешь, говоришь, ну, вот, а там наши клиенты посмотрели, тоже говорят, ой, мы так хотим, давай предложим хозяину больше, давай еще чуть-чуть, давай лучше условия, это не работает. Ну, какой-то хозяин может на это повестись, но большинство владельцев не хотят, типа, в порядке очереди. Вот такие вот прекрасные владельцы в Израиле. Я серьезно, как бы, это с хорошей стороны я об этом говорю. И въехала уже в Хадеру, в часть, такую приближенную к экопарку. Прекрасная погода, однако, а я еду на проверку одну в Меухедед, после чего мы с вами встретимся в Тель-Авиве опять на проверке, после чего будет просто такой ленивый влог. Я бы еще один момент хотела добавить, если вам действительно нужна квартира, вы пришли смотреть, она вам нравится, подходит по цене, по качеству, по всему подходит, вас не должно смущать то, что, ой, а мы видели только там две квартиры на рынке, ой, а мы видели там только одну квартиру. Если она вам подходит, берите, потому что сейчас не такой рынок, что можно прийти и 10-20 квартир посмотреть. Если вы не завязаны на городе, то да, можно, то есть по всем городам там ездить и смотреть, но если вы завязаны на каком-то конкретном городе, а еще если завязаны на каком-то определенном районе, то там, особенно зимой сейчас, не будет 150 квартир, и вы можете потерять время, ну, как бы ходить, смотреть опять, заходить в переговоры какие-то, срывать переговоры, еще что-то, еще что-то, и вот так вот искать, 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 и до бесконечности в поиске какого-то идеала, который, в принципе, уже вам подходил и уже, вот, был, был, был. Так что вас не должно это смущать, что, ой, там, мне бы 10 посмотреть, тогда я определюсь, а вдруг еще что-то лучшее есть. Если вам подходит уже по параметрам, зачем вам искать еще? Обычная поликлиника, скажем так, государственная, Купад Холин. И тут людей просто пипец какой-то, сейчас увидите. Больше часа торчала в очереди к определенному специалисту, очередь, которому заказала еще больше месяца назад, это капец какой-то просто. И то ли дело частный медцентр, который тоже сотрудничает с МИУ-Хэддет, где делаются там разные проверки, там вообще другой уровень, конечно. Вот это видео сейчас вставлю. О чем я? В коридоре ожидания. Ну, что, чувствуется какая-то тут болезненная атмосфера? Да, частная поликлиника. Или больница? Клиника. Клиника, да. Вообще картины, такая красота, ляпота. В таком месте даже приятно болеть. Это Тель-Авив, Рамата Хаяль район. У меня тут очередь в женском отделении. Они такие говорят, ну, у тебя там пока время есть, ты можешь себе кофеечек попить. Представляете? Пришла в поликлинику или в больницу попить кофеечек. Красота. Посмотреть в окошко, сделать проверку. И без очередей пойти себе домой. Родители конкретно взялись за школу. Решили сделать забастовку. Уже мы планировали не выходить в школу на целый день. Дали ручки. И тут бах, помогло. Муниципалитет нашел решение и занялся ремонтом школы, чтобы детей не затапливало. Быстро нашлись шипутники, ремонтники, шумгам, уже сверлят, ремонтируют. Ну, а что они думали, что так вот будет им? Родительский комитет это очень сильная сила. Сильная сила. Как настоящая украинская невестка несу свекрови борщ. Она утверждает, что разучилась его варить. Все может быть в возрасте 80+. А это вот хотела показать, как быстро продвигается стройка дома. Тут был раньше сквер. Я еще очень возмущалась. Была куча лозунгов. Спасите сквер, не сносите сквер. Ну, вот уже продвигается стройка очень активно дома. И квартиры здесь. Тут будет такой же дом. Вот тут где-то, по-моему, 14 этажей. И будет тоже столько же. И выкупили квартиры еще на этапе котлована. То есть, еще даже не было тут дома. Квартиры уже были выкуплены. Вот как. Это был как раз 21-й год. Начало 22-го. Ну, да, 21-й, когда был ажиотаж покупки недвижимости. Такой пик. Люди покупали, покупали цены, росли. Люди боялись, что будет еще больше расти в цене. И выкупали, и покупали вообще все на свете. А эти вот коттеджи, которые прохожу, уже у нас тут в Пардесхане продают за 3,5 миллиона. Это одна часть коттеджа. Один коттедж на две семьи получается. Такие безумные цены сейчас. И так вот выглядит стройка с этой стороны. А вот в этих караванчиках какие-то китайцы ночуют. Вот я видела, у них там светится свет, выходной день. Иностранные рабочие по визе работают на стройке. Распаковка посылки из Бельгии. Боже, она вся поломанная, побитая. Ужас, вверх ногами все. Это пазлы? Муж сейчас будет ругаться. Я буду ругаться. Это те спорные пазлы, о которых мы... Да, конечно, пришла посылка. Это еще по МС. Ужас, конечно. Ну что, шампунька потекла? Ну хотя бы в пакете. Ага, это мы купили. Вот как в лес сходить, знаешь... Ай, запах. Забери этот тапок. Ну, что я могу сказать? Вот это моя машина. Что называется курьерская? Служба МС курьерская. Посылка шла сколько? 45 дней где-то? Правильно, 10-го дня. Ужас, ужас просто. Она шла 50... Да, это контрабанда. 51 день. Муж скупил в Европе все шампуни с лимоном. Шампуни отмоем. Шампуни ты отмоешь. Просто дело в том, что в Израиле не продают такую шампуньку. А мужу очень она именно заходит и нравится. Именно вот такая лимонная. Цитрус фреш. Мы в Аиде купили вот такой пазл, как память о поездке. Ну, чтобы собрать его, не знаю, там, на стенку повесить в рамочке. Хотя Лерка пока против. И тут инструкцию даже достали. Ужас, ужасный муж. Напиши им. Напиши им отзыв. Умопромрачительный. А коту у фиолетового. Его это не колышет, эти ваши проблемы. И как это называется? В доме появился супер-пупер миксер, который может даже замешивать тесто. А я тут стою и по старинке мешу его. Это как вообще? Купила сегодня в магазине вареную сгущенку. Хотела вафли еще купить и перемазать их сгущенкой. Но вафли не было. Поэтому я вспомнила, что у меня есть вот такая вот прекрасная форма. Которую я давно купила в Израиле. Еще в начале своей молодости, жизни здесь. Волгоградский тракторный завод. Это Лера помощница. И вот, пожарим орешечки. Правда, форма эта... Я помню, я за нее заплатила 100 шекелей. Вот реально 100 шекелей за этот кусок железа. И у нас дома когда-то у родителей была форма, которая такая вместе. Как бы она... А тут прям вот так вот разваливается. Ну, попробуем сейчас. Шо у нас получится? Прям зеркальце такое. А вы делали когда-либо орешки домашние? Я все детство их жарила. Пока я там жарю орешки, Лера тут устраивает челлендж с котом. Называется «Поймай сосиску». Кот, ну ты не видишь, где сосиска? Ах, насмотрится этот ребенок разных передач про котов. Потом устраивает ему. А он у нас кушает же только корм, обычный корм. Но на разные сосиски мясо, конечно, реагирует. Запах! Природа берет свое. Он не видит. О, увидел. Но он, конечно же, ее скушает. Но... Но Лера его еще больше подразнит. Ну, давай, поменяй местами, Леруша. Что-то вообще. Говорит, я не люблю в таком темпе. Хочу, чтобы меня положили и не трогали меня. Тогда я буду это кушать. Эй, Лер, ты что, вместе с котом кушаешь сосиску? Ну, такое это. Дети, что я тут скажу? А вот и орешки. Образцовыми их не назовешь. То ли я криворукая, то ли форма не особо идеальная. Из тракторного завода. Главное, чтобы вкусные были. Но с этой сгущенкой очень даже так неплохо. Вкусная, кстати, сгущенка. Ичня покупала уже несколько раз. Действительно вкусная. Так что приятного нам аппетита. А вы любите такие орешки?